Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пусть прошло 10 лет, пускай Пусть меня, когда я был на конференции, мне отключили микрофон А посмелился их критиковать Но это был что? Гражданский подвиг Кто-то пальцем железом выгнали Это был подвиг Но я зато 2,5 дня прожил в даче в массиве 100 километров от Москвы Я видел все груши, все яблони изувеченные Все изувеченные Мало того, что от парши страдали Многие из них мхом, понимаете, зеленый мох Покрытый до верхушек Это все было И вот она парша сжирает заживо Не парша сживает Ни один человек в Москве, в Подмосковье Кроме нескольких Меня тоже под Москве сушил Вот Допустим Но это один из Не из тысячи Наверное Один из десяти тысяч И не ста тысяч Но он не может по году сделать А он-то знает, что саженец купил Он и так дохлый Но отрежьте верхнюю половину Чтобы он прижился хотя бы Не могут искориться на корне И с первого момента он будет болеть всю оставшуюся жизнь Понимаете? И это действительно То, что я видел, страшно Парша Я же был в том самом Тимилетском саду Все выпускницы меня с братом с дерьмом сели От ненависти От того, чтобы посмирились сказать наоборот Вот Но мы были Я был в этом саду У меня фотографии есть Я показывал Все в Парше Все А что же они там все эти годы делали? А у меня была самая страшная зима Ой Самая страшная Холодная Лето по сей день Дожди шыро Дожди шыро И я смотрел Как у меня от Парши Не погибало Но больные были совершенно Лесная красавица Она родом из Франции И Турция Или этот самый Лада Не от Паршинки Я не селекционер Ну приедьте же ко мне-то Ну запишите Ну сфотографируйте Свои бильки на каждое дерево А потом увозите Все груши Я с Украиной родом Невозможно найти Вообще в природе Я эту и то Это самая Парша Ну так приедьте ко мне Заберите у меня Те которые А я ходил по саду Я снимал фильм Питомник И в питомнике тоже Эти листья Там еще не было Были плоды Но мало На этом листье Парше А на этом нет Этот сорт Парше А этот нет Ну забирайте К чертой матери В Москву Лето И у вас Через 5-10 лет У вас понятие Если у меня было Такое страшное лето Вот Это было страшно Это Туристический сезон Наши курорты Был загублен Вот Невозможно было Нигде Ни дома Нигде Ни на даче И на курорте Хотя бы Загореть Вообще Солнца не видели Холодно Сыро Дождь Отбор был Идеальнейший В разной степени Парша у меня была В основном Проявилась Ближе к зиме Вот в том времени Когда деревья Настолько измучены Были Вот этой Влагой Вот И уже им пора Было сбрасывать Листу И я ходил И самое главное Что должно Касаться Всей науки Что там может Когда-то появится День человек Который Услышит то Что я сейчас скажу В то время Елена Александровна Савельевич Почему я постоянно Показываю Вот еще Это самое Вот эту даму Да потому что Она свидетель А я снимал фильмы В ее присутствии И фотографии делал На абрикосах За такое страшное Мокрое лето Холодное Ни одной поршинки Это там Где именно абрикосы Должны были быть Не просто пострадать А быть больными Уничтоженными Несчастными Калеками Ни одной поршинки Ни единой А плоды были Вы понимаете Где наука Она же Ну повезло же такое Ну так пользуйтесь то Я вы что Не пущу к себе А Ну вот В общем все В своем этом Маленьком коллективе Ну сейчас Мои ученики Могут Возглавить Целые институты Сколько из них Имеет Выше образование А Начинать Пересчитать Сколько имеет Инженер А что инженер Это что Уже не профессия Инженер Это образ мышления Это специальные мозги Потому что Любой может научиться Водить автомобиль Ему скажут Руль Три педали Тормоз Этот самый Газ И сцепление Вот сел и поехал А вы двигатель Внутреннее сгорание Сочините И вот я к чему Это говорю Вот Случилось Такое дело Что Проверено Все варианты Все И опять Все Сэкономлены были Бо государства Да Елена Александровна Не миллионы рублей Миллиарды рублей Потому что Большинство Работает Как бы Не то что Спустя рук Но как бы Без отдачи Вот Без прививок Которые Мы умеем делать Лучше Без этих прививок Невозможно Даже Хотя бы Наш уровень Достигнуть Вот это Хотел сказать